Мешает реклама? Жми на крестик! Да, что-то я тупанул, но гайдец мы запилим, итак, сейчас мы пройдем к нашему сайту, камера будет прыгать, вы понимаете, так, 79 монстров, и посмотрим на кого у нас сегодня будет, так, проверяем, был ли у нас гайд на 27-го, нет, на 27-го не был, поэтому, так, спасибо нам сайт, 27, итак, да, идут у меня руки, я их как-то там по возрастанию поставлю, но пока, в принципе, хватает того, чтобы проглядеть по-быстрому, так, 27, и переходим мы к монстрам, так, сюда, огонь, и 27-й монстр, так, 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 сейчас мы посмотрим, что тут у нас, сейчас прорудится немножко, да, народ, не знаю, как в дальнейшем, и вообще, я буду делать гайды, гайды, и через что, вот сейчас, 20-го раза, наверное, зашел в Нокс, так как, вот, последние, новые, пару дней назад, буквально, там, какую-то фигню добавили, и людей выбивает, ошибка 101, 105, так же, как и меня, и тому подобное, то есть, заходит то с первого раза, то с 20-го, и не факт, что во время гайда еще и не выбьет, с ошибкой 105, там, поменялись какие-то настройки, бла-бла-бла, потом вообще пускать не будет, поэтому, да, наперед, надеюсь, проблем не будет, рассказал все это наперед, вот, и 27-й монстр, ну, и поехали под счет, И так, вот мы и перешли к 27-му монстру, сегодня у нас это пингвины, да, почему-то пингвины, а не пингвины, ну, не знаю, то ли так специально перевели, то ли, ладно, в общем, пускай так оно и будет, в общем, Наки-таки, и первый представитель у нас, естественно, это Огонь, сегодня зовут его Наки, персонаж здоровья, основной его атрибут, Вот, скажем так, какие-то звездочки у него тут взлетают, прикольно, вот такие они вообще, короче, няшки веселые, и перейдем по скиллам, так, первый скилл стремительно атакует врага, чтобы оглушить с 20% шансом на один ход, да, шанс этот растет, так как я знаю, у меня есть ветреный представитель этого класса, я уже наперед скажу, поэтому, в принципе, неплохой стан, но в одну цель, так, смотрим дальше, Атакует врага два раза скоростными ударами, каждый из атак понижает скорость атаки и защиту на два хода, то есть, вы понимаете, можно сразу повесить два дебафа, плюс еще и атаку дать в раскол, а это, в принципе, неплохо, два дебафа, согласитесь, очень полезные, понижение скорости, хотя многие недооценивают этот дебаф, думаю, та не фигня, лучше там на атаку, Но, с другой стороны, моб начинает на 33%, точнее, на 33% встает медленнее, а это, в принципе, очень и очень хорошо, согласитесь, то есть, в принципе, в альтернативе вы там чаще там, вы походите, к примеру, там, пять раз, а противник, ну, если с одинаковой скоростью, то раза три, но максимум четыре, ну, там уже все будет зависеть от станов и так далее, вы поняли, о чем я И перейдем к третьему скиллу, провоцирует врага на два хода с 70% шансом, обретает эффект непобедимости на один ход, в принципе, что скажу по скиллу, очень-очень хороший контроль, согласитесь, на два хода агр есть далеко не у многих монстров, сразу же мне вспоминается царица пустыни, или как ее там зовут, последний монстр, пятерку, которую добавили, водяная, у нее третий скилл также агрит на два хода, но у нее там по-другому все работает, и так далее, ну, так вспомнилось, а так, чтобы на два хода кто-то агрил, это, ну, редкий скилл, скажу так, с одной стороны, как бы вы скажете, фигня, два хода, но с другой стороны, персонаж полностью выключен, ну, если с него там не снимет какой-то веромоз этот агр, там, либо еще кто-то под хилом, либо еще чем-то и тому подобное, иммунитетом, бла-бла-бла, вот, а так, в принципе, загорить какую-то там часунку на два хода, так еще и иммунитет, либо, наоборот, сильного какого-то дд, даже пускай огненного дд, не обязательно там ветреного огненного дд взять на себя, который плюс по вам еще и первую атаку никакую не сделает, так как все-таки обретается иммунитет, но, кстати, его же и можно снять, то есть вы не думайте, что персонаж абсолютно бессмертен, поэтому вот так вот, и лидерка его увеличит здоровье, огня на 30%, в принципе, лидерка более-менее неплохая, так как, если у вас нет никакой лидерки, работает лидерка абсолютно везде, вот, в чем ее и плюс, я считаю, поэтому даже на ГВ иногда для огненной пати, почему бы и нет, закатит, вот, а так, в принципе, по монстру скажу, но для начального этапа, возможно, можно его поязать, особенно за счет третьего скилла, очень неплохой скилл, в комбинации, вторым скиллом, допустим, жахнуть, а потом еще и третьим, если вы там, ну, виолент вы вряд ли оденете, поэтому я буду рассматривать более бюджетный вариант, так как какой-то там лейтовый вариант, вы не будете его прокачивать, уверяю вас, а если вы его прокачаете и будете там, виолент одевать, ну, не знаю, флаг вам в руки, я, ну, лично, в мое мнение, я такое не одобряю, поэтому будем рассматривать начальный вариант, ну, я бы его одел там в 3 сета на хп, то есть сделал из него жирного, хорошего танка, который будет танковать, который еще и вторым скиллом очень полезен, да даже и первым застанет кого-то, ну, и третьим скиллом он агрит, а это очень хороший контроль, поэтому еще и шанс 75%, и я так понимаю, огненного я не прокачивал, но шанс у него, мне так кажется, дорастет до 100%, согласитесь, это классно, вот, но никто не отменял резист, вы понимаете, поэтому моя оценка монстру, в принципе, очень хорошая для начального этапа, вот, для начала очень хороший монстр, едем дальше, вода, вода, водичка, едем к тебе, где-то наш водяной подонок, сейчас прогрузится, да уж, надеюсь, очень не выбит меня с этого Нокса, потому что играть последние сутки вообще нереально, и играю я с Мобизена, либо просто с телефона, клацаю, так, где наш пиндосик, пингвин, вот, Тома, ники у них, конечно, веселые, вот, первый скилл, понятное дело, второй, ну, в принципе, то же самое, как и у огненного представителя, рассматривать не будем, третий собирает силу, чтобы выполнить мощную атаку, вероятность крита удара возрастает до 100%, если враг находится под действием эффектов ослабления защиты, то есть, вы понимаете, в чем сила третьего скилла, в том, что ему можно оставить, к примеру, там, 15 шанс крита, и 100% критануть ему можно будет за счет своего второго скилла, и, кстати, неважно, закинет он раскол, допустим, на защиту, либо вы там повесите, не знаю, там, спирата, да любого монстра, который может у вас навесить раскол, и походит ваш Тома, допустим, третьим скиллом, он 100% кританет, и процент третьего скилла я не знаю по урону, но я так подозреваю, что все-таки он может неплохо жахнуть, плюс 100% крита, поэтому я советую, если у вас есть какая-то такая комбинация, ну, назовем так, начальных рун, и вы можете сделать ему больше крит урона, чем крит шанса, который ему, по факту, не нужен с таким третьим скиллом, то лучше сделайте ему крит урона, ну, естественно, и побольше атаки, так как персонаж, вначале не оговорил, атакующий, да, вот, и я считаю, дамаги он может выдать, особенно третьим скиллом, очень-таки неплохо, тем более, в расколу, вот, поэтому одобряю персонажа, не знаю, какую дамагу он несет, честно, но мне кажется, в довольно-таки неплохих, средне неплохих рунах, вот, то есть, по рунам сразу скажу, это фатал, ну, и фокус, то есть, фатал, и блейд ему не нужен на шанс крита, поэтому ему можно надеть либо еще хп, то есть, энерджи сет какой-то, допустим, у вас неплохой есть, либо, ну, к примеру, к примеру, даже фокус, даже фокус можно, то есть, чаще будет проходить, второй скилл, это даже и первый скилл, почему бы и нет, вот, поэтому, да, блейд ему явно не нужен сет, потому что все-таки, ну, нет смысла ему прокачивать шанс крита, да, многие могут сказать, ой, чаще будет там первым скиллом критовать, вторым скиллом, но на практике, если у вас есть вот такой вот скилл, третий, который там 100% кританет, то зачем вам просто мучиться за счет вот этих своих двух скиллов, ну, лично мое мнение, незачем, ну, и третий скилл, то есть, его лидерка, вы понимаете, точно такая же, как и у огня, только дает стихии воды, 30% от здоровья, да, и напоминаю, эти 30% рассчитываются от белого показателя, то есть, вот, от вот этого числа руны не в счет, то есть, подсчитать легко от белого числа, и так, и перейдем к ветру, что скажу и добавлю по воде, персонаж неплохой будет, если у вас нет какого-то водяного ДД на начальном этапе, конечно же, не в лейте, естественно, так как там уже все-таки есть посильнее ДД, которых есть смысл одевать там какие-то топовые руны и тому подобное, поэтому для начала закатит, в дальнейшей игре вы, скорее всего, его скормите, то есть, его предел, наверное, это 5 звезд, ну, и перейдем, естественно, к ветру, забегая наперед и не рассматривая даже пока еще свет и тьму, скажу так, что этот персонаж топ в том плане, что он используется чаще всего, где его используют, и сразу оговорю, это Тоа, то есть, башня, особенно хард-версия, и иногда, иногда я его вижу на арене, но на арене он не то чтобы немножко теряется, но не такую полезность выдаст, и сейчас расскажу почему, так, первый скилл понятно, и почему, что делает второй скилл восстанавливается на 25% и провоцирует врага с 70% шансом на один ход, то есть, вы понимаете, это агар плюс подхил, собственный подхилл, хилит он только себя, вот, и третий скилл, что ему, так скажем, чем он вообще славится, этот маф и так далее, то есть, я его не хотел качать до того момента, когда мне скинули ссылку на него, и я посмотрел видео, и знаете, я задумался, реально ведь классный персонаж, и сейчас я говорю о нем, я буду много говорить, вы поймете почему. Третий скилл снимает по одному ослабляющему эффекту со всех союзников, и понижает откат навыков на один ход, также повышает шанс скорости атаки союзника, вот, последнюю часть этого я не понимал, пока сам его не протестировал, сейчас разберем по этапу, снимает по одному ослабляющему эффекту, то есть, со всех союзников, то есть, союзников, неважно, сколько у них будет, один дебаф, два, десять, он снимет по одному, если там два и больше, то есть, он снимет какой-то рандомный, то есть, суть вы поймете, если вы знаете, кто такой веромоз, то есть, ифрит тьмы, то система точно такая же, вот, дальше, едем, секундочку, вернусь к скилу, понижает откат навыков на один ход, к примеру, да, у вашего союзника, там, еще три хода, то есть, ждать, чтобы там, я не знаю, откатился его третий скилл, либо, допустим, второй, и тому подобное, то есть, когда юзает скилл маф, он всем откатывает на один ход, следовательно, у вашего союзника уже не три хода будет откат навыка, а, допустим, два, или наоборот, если ему там еще нужно было два хода его ждать, а маф откатил скиллы, то есть, он тут же, грубо говоря, сможет походить, И самая важная третья часть, которую я не понимал, как именно она работает и кому она там вообще дает, и какому союзнику, на кого наведешь, либо еще что-то. В общем, скилл добавляет скорость абсолютно всем на 2 хода. Это очень крутой баф, согласитесь, даже не на 1 ход, там какой-то на 2 хода для всех союзников. Не атак бар повышает, а именно баф на скорость кидает. Но это тоже очень хорошо. Вот, и что скажу в сумме по поводу него и башни. Он зачастую используется в таких пачках, и я расскажу просто о своем сетапе, составе монстров, который я его хочу использовать, когда я его одену. Я видел такой состав и проходит с этим мавом до 99 этажа. Ну, не скажу на легке, все-таки зависит от рун и вашего просто везения, но до 99 этажа можно дойти, в принципе, стабильно. Скажу так, на первом месте и в лидере это, естественно, Боретто. Не знаю, какого Боретто у меня с первого по сотый этаж лучше монстра. Для башни просто нету. Но я не говорю про абсолютный какой-то лейт, когда там берутся 5 зайросов, либо еще чего-то. Вы понимаете, о чем я говорю. Берется либо Боретто, либо если у вас есть, конечно же, там Дракон Ветра Джамир. То есть он дает 24% скорости и он закатывает больше под такие пачки, типа там, я не знаю, под бомберов, либо там под двух люшенов. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть для максимально быстрого прохождения и если у вас там супер офигенные руны. Но мав берется для такой пачки и для какой его буду использовать я. Это Боретто, он же в лидере. Боретто вы знаете, кто такой. Сильф Огня, он кидает Доты, Феникса и тому подобное. Дальше берется... Кого я хотел взять? А, дальше берется Спектра. Это Грифон Огня. Для чего? Для того, чтобы понижать скорость и понижать Атакбар противником всем. Дальше, кого я хочу взять? Это Верада. Я думаю, да, хоть где-то у меня Верад закатит. Это Дракон Воды. Он понижает Атакбар, там, станет, всех и тому подобное. То есть это третий монстр. Дальше, четвертый монстр. Сейчас я просто пробегусь по своим, чтобы я не путался. Четвертый монстр у меня, скорее всего, будет Шеннон. Мне, в принципе, не нужен. Не нужна. Вот, Вердыхайля возьму для того, чтобы ускорить еще свое пати. И пятый монстр, я думал, кого взять? Взять Бернарда? Зачем? Скорость у меня и так будет давать мне маф. Взять Часун нет смысла. Так как по логике вещей, чужие мобы, вы сможете сказать, а где же подхил, как же ты будешь хилиться, мобы тебя забьют. Скажу так, и не по большому секрету, монстры просто даже ходить не будут. Точнее, не будут ходить, только когда будут выходить со стана. И будут просто погибать от дотов Боретты. И пятым, я так планирую, скорее всего, либо Верамоса взять, хотя у меня уже есть какие-то там снятия дебафов и тому подобное. То есть мне просто нужен дополнительный контроль. И я, скорее всего, татажей не знаю. В принципе, пятого я могу взять по ситуации абсолютно любого персонажа. Можно взять того же, допустим, Ахмана. Это 100% подхил, плюс еще и агр, то есть дополнительный контроль. А так, по сути дела, действительно можно набрать кого угодно. Это даже того же Люшена, вон, пятизвездочного, можно взять. Потому что монстры просто таких одеть не будут. А Люшена у меня, вы знаете, одет в Деспайере, то есть это дополнительный контроль. Поэтому, в принципе, почему бы нет, возьму Люшена, наверное. И когда я пробую, возможно, даже и видео сниму. И да, мы вернулись, проблемы технические. Так, и по персонажу, сейчас я быстро к нему вернусь, скажу по поводу руны еще для Мава. Я буду использовать Виолент, естественно же Виолент. И, скорее всего, контр-атаку. Для того, чтобы, если кто-то и походит по его агру, для того, чтобы он в контр-атаке его еще мог застанеть. Но альтернативой можно ему взять, там, какой-то Energy Set. Либо, там, я не знаю, Endure, то есть Resist. Да что угодно, в принципе. Там любой сет, можно даже разбитый какой-то сет, для того, чтобы просто ему сделать побольше здоровья и побольше скорости. Чем чаще он будет ходить, тем чаще он будет откатывать всем скиллы своим третьим скилом. Да, кстати, немаловажно, после фикса какого-то там патча и все остальное, то есть себе он скиллы не откатывает, только для союзников. То есть система такая же, как и у Джамира, Дракона Ветра. Вот, ну и перейдем к свету. Рассмотреть по-любому нужно всех. Я даже и скиллы света не помню, если честно. Ну, сейчас посмотрим. То есть вы понимаете, маф, даже если он у вас попался, то вы можете отложить его в долгие ящики, если вы там не проходите башни и все остальное. То есть я не советую вам его прокачивать первым на 6 звезд и так далее, но персонаж очень стоящий. Третий скилл у него очень универсальный, потому что третий скилл заменит мне сразу же и Веромоса, и Бернарда, потому что даст скорость, даст снятие вот этих бафов, плюс еще и отчасти Джамира, так как делает небольшой откат скиллов по одному ходу. Итак, представитель Дона. Почему-то почти у всех у них ники на 4 буквы. Так, представитель света классифицируется как помощь, саппорт. Первый скилл понятно, второй в принципе тоже. Третий скилл устраняет по одному ослабляющему эффекту на всех врагах и пополняет индикатор атаки минимум на 15%. А индикатор атаки пополняется дополнительно на 5% за каждый устраненный ослабляющий эффект. Вот знаете, вот здесь единственное, что я не знаю. И точно не знаю, как он работает. То есть вы, пожалуйста, опишите в комментариях. Атак бар, он повышает всем персонажам на 15%. И еще, допустим, там, если он снял один дебаф, да, так как все-таки он снимает по одному дебафу, и еще, допустим, 5%, то есть 20%. Либо он пополняет атак бар лишь себе. Допустим, если он в теории, да, снял 5 дебафов из себя и из 4 своих союзников, допустим, в башне, да, либо где-то там в Кайросе. То есть это, если посчитать, 25% плюс 15%. То есть, по идее, он откатил 7 скиллы по одному ходу, и плюс... Или она, Дона, я не знаю. Вот, под юбку я там не буду заглядывать. Хотя сейчас мы так... Не видно. Вот, поэтому вот такие дела. А, да, прошу прощения, не откатывает скиллы, а только устраняет бафы. Вот. И от атак бара, прошу прощения, уже заговариваюсь, атак бар он повышает лишь себе или и союзникам тоже. Потому что если и союзникам, то, в принципе, я скажу так, третий скилл реально может быть полезным. Не полезнее, чем ветер, я так считаю. Но, допустим, для арены еще где-то, то есть для буста всей своей команды, почему бы и нет. То есть, если откатывает для... То есть, не откатывает, а если повышает атак бар для всех своих союзников, особенно на арене, то персонажей я советую одевать в свифт, то есть скорость плюс 25%, ну и сделать его максимальную скорость. Если только себе, то, скажу так, персонаж не стоит того внимания. Честно, нет. Отчасти это небольшая замена Веромосу, но я вас уверяю, замену Веромосу можно лучше прокачать Канамию. То есть, это птичка Горуда Воды. Есть такая птичка, Канамия называется. Она двухзвездочная, ей проще и скиллы апнуть, и она в разы будет полезнее, уверяю вас. Поэтому, то есть, если кто знает, как точно работает скилл, опишите в комментарии, и, следовательно, с этого комментария вы даже сами для себя сможете сделать вывод. Потому что света у меня не было, пиндосика этого пингвина, поэтому я его, ну и явно не использовал, и не испытывал. Так, перейдем к тьме. А так, я же говорю, то есть, вариантов два. Либо эта дона будет очень полезная, ну, не скажу топом, но поначалу этапа действительно полезная, либо реально бестолковая и бессмысленная, так как проще будет качнуть Канамию. И перейдем к тьме. Кстати, буквально вчера я драл куна, блин, куни. Буквально вчера я дрался против него, но я даже не заметил, что у него там третий скилл, так как он все-таки с одной тычки сдох. И перейдем так. Персонаж, во-первых, по классу здоровья. Первый скилл, понятно, станет. Второй восстанавливается. То есть, такой же скилл, как и у ветра. И перейдем к третьему скиллу. Вполняет прыжок вперед. Ты, блин. Чтобы атаковать врага. Почередно, вот. Атакует всех врагов еще раз и ослабляет защиту на два хода. Вот. То есть, вы понимаете, как работает его скилл. Что-то типа, как у рыцаря, рыцаря мага воды. То есть, Лябис Трубецкой. Да. То есть, он атакует одного персонажа. Правильно? Там же одна атака написана. Вот. То есть, он атакует одного персонажа, а потом еще поочередно, ну, короче, атакует еще. В общем, как первый скилл работает у рыцаря мага, только она дает две тычки, а третий удар расходится по всем. А здесь, я так понимаю, одна атака и вторая атака разойдется по всем. Вот. И, то есть, в принципе, такая штука, что он, в теории, может на всех, там, четверых, пятерых, смотря где вы его будете использовать, там, если на ГВ, то на троих, понятное дело. То есть, в теории, может на всех накинуть раскол. Но по факту, и плюс по первой цели, по первой цели, у него, назовем так, двойной шанс закинуть этот раскол. Так как две атаки, двойной шанс прохождения, назовем так. И скажу так, что на практике, я о нем когда-то видел видео, честно, в самых топовых, офигенных рунах, да, он может вам помочь, и желательно все-таки его одеть, все-таки, все-таки, вот, одеть в скорость, для того, чтобы он походил, чуть бы там не первым, и накинул на всех раскол. А отчасти, маленькая, небольшая, вот эта вот черная, с вот этой вот причесочкой, альтернатива какому-то там пирату воды, либо луэру. Луэр, это фантом, водяной фантом, вор призрак, или как его там по-русски, и так далее. Поэтому скажу так, что, ну, не знаю, не знаю, отчасти как контроль неплох, потому что накидывает агр, точнее, агрит персонажа противоположного, и подхиливается немножко. С другой стороны, есть массовый раскол, что, в принципе, неплохо, если у вас нет раскола. Но начальная игра, да, лейт явно не за ним, скажу так. Из всех представителей, я лично назову это ветер. Ветер будет полезен абсолютно всегда, на любом этапе, и как минимум в башне, и для такой пачки, как я вам рассказал, очень, очень будет полезен, скажу так. Поэтому, в принципе, это и все на сегодняшний день, что я хотел рассказать по поводу гайда. Кто-то меня тут избил немножко. Вот. И будем заканчивать на этом. Надеюсь, вам понравилось, и было что-то интересно, что-то нет. Оставляйте комментарии, если я где-то что-то не так рассказал, либо описал, за здоровую критику, и всегда за. Поэтому, да, добавляйтесь ко мне в друзья, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И, кстати, еще хотел бы напомнить, что я являюсь гарантом в этой игре, поэтому, если вы хотите провернуть какую-то сделку, купить, либо продать аккаунт, если вы не какой-то там кидалово, и вас никто не хочет кинуть, хотя, в принципе, это невозможно, если вы, я не говорю, что я там лучше всех, и тому подобное, но система у меня простая, но очень-таки действенная. То есть, ни вы не сможете никого кинуть, ни вас никто не сможет кинуть. Вот вы видите, кстати, выбила ошибка, после которой меня в игру уже не пустят. И вернусь к гаранту. То есть, вы можете обратиться ко мне, я объясню условия, беру я за это 10%, не считаю, что это много, возможно, и не мало, но это стандарт. Вот. И 100% вы получите то, что вы хотите. Опять же, если вы не хотите кого-то кинуть, а вас кинуть тоже никто не сможет. То есть, все пройдет очень хорошо. И еще раз спасибо огромное Вите, который помогает мне с картинками для этого видео, и вообще для многих других. Отдельная ему благодарность. И всем другим, кто пишет мне хорошие, теплые слова, обращается ко мне за помощью, я всегда отвечаю. Поэтому всем удачи, качайте правильных монстров, используйте их тоже верно, одевайте правильно. А за всеми вопросами вы можете обращаться в личку ко мне, в комментарии, там, ну, лучше в личку, конечно же, либо писать, вообще выбил, либо писать на стену нашей группы. Всем удачи, всем спасибо, и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!